Одна из старейших ярославских библиотек стала одной из самых новых. На проспекте Ленина в библиотеке семейного чтения закончили ремонт. Обошелся он в несколько миллионов рублей. Эта библиотека одна из старейших в городе. Она была основана в начале 30-х годов прошлого века. Сначала принадлежала шинному заводу, обслуживала его работников и жителей окрестных домов. Сама жизнь подсказала проект библиотеки семейного чтения. Фонд расширялся, а стены ветшали. Но книги и читатели любят, чтобы было тепло и сухо. Теперь для них созданы самые комфортные условия. Библиотека – это ведь дом. У нас дом, семья. И дом, где мы общаемся с друзьями. Библиотека является таким домом. Дорогие друзья, в преддверии Нового года открываем библиотеку после ремонта. Редко мы это делаем. Редко. Но удалось с 15 учреждений, которые мы ремонтировали, ремонтировать и нашу библиотеку. Сейчас в библиотечном фонде почти 70 тысяч книг и журналов, современных и изданных в прошлые века. Есть среди них по-настоящему редкие. Например, издание 1814 года современника Пушкина, баснописца Ивана Дмитриева. Читатели наши, которые ходили долгие годы, они сказали, что мы, куда мы пришли, мы не узнаем нашу библиотеку. Библиотека пополнилась большим количеством новой литературы, что очень отрадно, так как дети нуждаются в ярких, красивых изданиях. В этом доме нет лишних книжек, как друзья живут. И девчонок, и мальчишек, взрослых тоже очень ждут. На ремонт библиотеки потрачено 3 миллиона бюджетных средств. На эти деньги удалось сделать потолок и новое освещение, покрыть пол пожаробезопасным линолеумом, заменить на новые окна и двери. Оборудован информационный отдел, где можно зайти в интернет, скопировать и распечатать документы. Обратите внимание, пожалуйста, здесь есть познавательный такой стенд, это развитие техники, это бака до компьютера. Шести космонавтика здесь, вот такой познавательный стенд для больших и маленьких. К окончанию ремонта приурочиваю вручение благодарственного письма от централизованной системы детских библиотек. И, что не менее приятно, все работники получили премию в размере месячного оклада.